Автомобилист Александр Петров за рулём уже более 20 лет. Каждый год с наступлением холодов и первых заморозков спешит сменить летнюю резину на зимнюю. Говорит, что от этого зависит безопасность передвижения по заснеженным скользким дорогам. Зимы разные бывают. Суровые. Гололёд на дорогах, вот тебе и кузовные работы. А ещё страшно, человек пострадает. Горячая пора для работников шиномонтажных мастерских началась с первых дней после снятия локдауна. Во-первых, за две нерабочие недели возросло количество желающих сменить колёса. Во-вторых, начались ночные заморозки, а днём среднесуточная температура воздуха опустилась ниже плюс 10 градусов. Летняя резина начала твердевать и терять свои цепки и свойства, поэтому ездить на ней стало небезопасно. Перед всеми автовладельцами стал вопрос, какую резину лучше выбрать. Существует два вида зимних шин – фрикционная и шипованная. Обе имеют почти одинаковые свойства и сделают поездку в зимнее время года комфортной и безопасной. Отличия в основном – уровень шума колёс, рассказывают эксперты. В этом году при выборе зимнего комплекта шин автовладельцы в первую очередь обратили внимание на поднятие цен. Нашей съёмочной группе удалось узнать, в чём причина. Подорожание шин связано с рядом факторов. У нас подорожало абсолютно всё. Подорожал металл, тот, который присутствует в шине. Подорожал каучук. Вот процент соотношения, из чего состоит шина. Компоненты, что подорожали, отразились на себестоимости продукта самого. Как правило, это где-то примерно соотношение 15-20%. В связи с увеличением цен на новый комплект зимнее резины, во многих шиномонтажных мастерских предлагают услугу до шиповки резины. Но специалисты шинных центров и опытные автовладельцы знают, что такой способ небезопасен. Из-за неправильной формы шипов протектор шины может пойти волной и нарушить сцепление с дорогой. Таких шин не хватит даже на сезон. Никита Колосов, Максим Гусев, События. Продолжение следует...